Система теплоснабжения Бийска уже давно требует кардинальных перемен. Износ оборудования и тепловых сетей составляет больше 80%. И сейчас то самое время, когда нужно действовать на опережение. До конца года в Бийске подпишут консессионное соглашение, и больше 20 муниципальных котельных, а также десятки километров сетей перейдут в управление Сибирской генерирующей компании. СГК планирует инвестировать в теплосетевое хозяйство 1,8 млрд рублей. Для того, чтобы заменить 34 километра тепловых сетей на 38 участках магистральных и 48 участках внутриквартальных трубопроводов. Построить 18 угольных и 2 газовых блочно-модульных котельных по современным проектам, по современным технологиям, отвечающим всем требованиям, в частности экологическим. Реконструкция и модернизация малых котельных позволят значительно сократить количество бредных выбросов. Помимо улучшения экологического аспекта, жители заречной части Бийска увидят новые суммы в квитанциях. И они уже не будут такими пугающими. Город будет жить в одной ценовой зоне, без каких-либо разделений. Эффект отнесения Бийска к зоне теплоснабжения позволит снизить тариф у части населения, которое сейчас отапливается в муниципальных котельных, на 41,4%. При этом у остального населения тариф сохранится прежний. При этом, согласно законодательству, энергетикам в период действия консессионного соглашения увеличивать тариф можно будет только на индекс предельного роста цен плюс 3%. И им не позволят повысить тариф так, как захочется, даже в случае резких скачков цен. При переходе на метод так называемой альтернативной котельной в плюсе останется и город. Это ежегодно сэкономит бюджет Бийска около 100 миллионов рублей, так как исчезнет необходимость выплачивать компенсацию потребителям малых котельных из-за разницы в стоимости тепла. Глобальная работа по модернизации системы теплоснабжения в Бийске начнется уже в следующем году. План на ближайшие 10 лет уже прописан. Евгений Плохотин, Андрей Сегаев. День с толком.